Всем привет, с вами Диафильм Студио, это Маркус Гонзалес, Михаил Дипалом и Дарья Ёлкина. Мы сегодня записываем короткометражный фильм «Портвейн». Давайте начнём. Ну что ж, всем, кто смотрит, большой привет! Вот и настал тот долгожданный момент, когда мы наконец-то будем озвучивать эту короткометражку. Мы действительно очень долго ждали, и наконец-то у нас, у меня лично, выдалась эта возможность. К тому же, сегодня мой дебют подобной записи, поэтому надеюсь, что качество озвучки не будет хуже, чем качество видео. Ну что ж, поехали! Мы в трёх минутах от конца света. Мы... Не пишу. Не пишу, молодец! Мы в трёх минутах от конца света. Светланка! Светочка, Светлана. Светюнчик, здорово! Мы в трёх минутах от конца света. Столкновение уже близкое, и я решил оставаться с вами в эфире до конца. Чувак, как-то так себе там происходит всё. Чё у тебя? Ну там конец света. А, проблемы? Проблемы сильные прям. Вот так, и не попал сильно. Мы в трёх минутах от конца света. Столкновение уже близко, и я решил оставаться с вами в эфире до конца. Столкновение уже близко, это нормально вообще, по-двоему? А что, нет? Близится? Столкновение уже близится? Нет? Приближается столкновение? Близко заходит? Скоро. Скоро, да? Скоро. Столкновение уже очень скоро, и я решил оставаться с вами в эфире до конца. Столкновение уже очень скоро. И я как будто с бодуна встал, на кровати сел, такое помятое лицо. Скоро. Столкновение уже очень скоро, и я решил оставаться с вами в эфире до конца. Двадцать третья секунда. Она говорит, это очень грустно. Наше время вдвоем. Помню, так отлично. Мы передали всю грусть. И я прошу вас, давайте постараемся оставаться спокойными в эти последние моменты. Просто почувствуйте внутренний покой. К сожалению, миссия космического агентства провалилась. На данный момент столкновение неизбежно. Репортер. Репортер. Я репортер. Ты таким грустным. Говори. Ты все-таки хладнокровный репортер. Ну, это последний репортаж, мой братан. Ну и что, ты не должен расслабляться. Ты специалист, ты профессионал, в конце концов. К сожалению, миссия космического агентства провалилась. На данный момент столкновение неизбежно. Ну, не хватает слов. Кто переводил это дерьмо? Передактировал этот дерьмо. Я знаю. К сожалению, миссия космического агентства по уничтожению метеорита сегодня провалилась. На данный момент столкновение неизбежно. На данный момент столкновение неизбежно. На данный момент столкновение неизбежно. Нет, без радости. Ты уверен, что и радость была? Была радость. На данный момент столкновение неизбежно. Это была ошибка. Это была болезнь. Слушай, он вырубился. Эй, полегче, ковбой. Вот так. Вот так вот, старина. Подожди, я не выключил его, да? Кого? Да. Сделай мне жарко. Выключи сплит. Хочу, чтобы было жарко. Потеть. Парень, парень, парень. Любит портвейшок попухать. Попухать. А любишь ли ты портвейшок, как люблю его я? А, не вот так вот. Портвейн. Портвейн. Чей за фильм пробухло? Все любят выпить. Ошибно, когда конец света. Портвейн? 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 Ну, тут суть в том, что он предлагает ей Портвейн, а она... не отказывается от него. Это все очень грустно. Да, Портвейн. 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 А он, что ей говорит? Я сказал нет. дурак ты дурак-то мужчина как можно было ей сказать нет и вот мы вместе давай еще раз и вот мы вместе как трогательно я должен я должен сбросить с себя груз хорошо хорошо давай давай два года назад я изменил тебя прости так мне не нравится брак два года назад я изменил тебя прости ах вот оно что это боюсь этого слова гаденыш изменил ей во-во-во полегче два года назад я изменил тебя два года назад я изменил тебя кайф кайф братан кайф кайф или не кайф как тебе все отлично все супер отлично как настроение отлично отлично настроение отличный день самый лучший день какой сегодня день самый лучший день говорит прости только сейчас и на 218 ее реакция и с кем же и с кем же рыбака рыбака бекки да моя лучшая подруга да ну как так можно было мне ее прям жалко ребята держитесь блин ик шо он сейчас будет моя лучшая подруга бекки моя лучшая подруга бекки моя лучшая подруга бекки моя лучшая подруга бекки но если кажется не с ним уже говорит может такой более отстраненную моя лучшая подруга бекки моя лучшая подруга бекки моя лучшая подруга бекки Ну где же у неё вот-вот, я не могу выразить её какое-то, какое-то её настроение. Моя лучшая подруга Бекки. Моя лучшая подруга Бекки. Вот, по-моему, неплохо. Ну вот, по-моему, оно. Да что ж такое? Пальцы не слушаются. Пальцы? Чьи это пальцы? Может быть, это уже инопланетянин? Вполне возможно. А, ну, как же эти технологии ваши? Фантастика. Фантастика. Папа, а инопланетяне существуют. Да, и он хотел сказать раньше. Просто нужно было ему очистить совесть. Вот, вот же ж. Ой, мужики. 2,47. Моя лучшая подруга Бекки. Бекки, серьёзно? Все мужики кослы? Я. Да. Это сучка Бекки. Ну, можно я уже, да, начну? Нет. Да. Чё, у меня какой-то слишком он брутальный выходит. Да. 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 Нет. Тогда или нет? Да. Так вот, простенько, обычная, да. Повседневная. Но чувствую, она ему это не простит. Я хотел сказать тебе раньше. Мне просто нужно очистить совесть. Мне просто нужно очистить совесть. Мне просто... Мне просто нужно очистить совесть. Мне просто нужно очистить совесть. Я хотел сказать тебе раньше. А, всё, понял, как тут. Я хотел сказать тебе раньше. Я хотел сказать тебе раньше. Мне просто нужно очистить совесть. Мне просто нужно очистить совесть. Мне просто нужно очистить совесть. Да что такое? Мне просто нужно очистить совесть. У нас осталось всего несколько минут. У нас осталось всего несколько минут. Какой же ты эгоист? Какой же ты эгоист Очень все грустно происходит Я потратила остаток жизни с тобой Я потратила остаток жизни с тобой Ты потратил два года моей жизни Ты потратил два года моей жизни Она, она, она ревет Ты потратил два года моей жизни Я прям не могу Только не Бекки Стерва! Послушай, послушай. Да что тут уже слушать? Нет! Нет, она. Нет! На 3.19 она дальше говорит. Ой, какой кошмар. Дальше бешенство. Нет, нет! Нет, нет! Может, она это сквозь зубы как-то говорит? Нет, нет! Ладно, наверное, первое было лучше всё-таки. Стой! 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 Да блин, что у меня всё не то? Стой, стой. Остановись! Прекрати. Стой! Стой! Ну и правильно, так его. Брррр! Бррррр! Я умею изображать перфоратор. Запиши это в моё резюме. Бессмысленных, ну там, бессмысленных талантов, графа там. Ну, самая большая ты её не пропустишь. Запиши, я умею изображать перфоратор. Пожалуйста. Между умением жонглировать бутылками и... Между тем и тем. И художественным свистом? Художественным свистом это очень полезный скилл. Стой! 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 Всё? Готовченко? По-моему, готовченко. Хороший кадр. Сочный. Хороший. Это гранаты ела. Это свежие, а не просто лопнули. Да, да, да. Хорошие, свежие, спелые гранаты. Срочные новости. Мы не знаем как, но курс астероида изменился. Астероид не столкнётся с Землёй. Невероятно. Мы в безопасности. Мы спасены. Мы спасены. Всё плохо. Всё, всё плохо. Все вот эти вот последние, всё поудаляем. Невероятно. Мы в безопасности. Мы спасены. Мы спасены. Астероид не столкнётся с Землёй. Астероид не столкнётся с Землёй. Ну, наконец-то! Не столкнётся он, голубчик, с Землёй-матушкой. С кормилицей нашей. Не будет солнышко греть его бока космически. Астероид не столкнётся с Землёй. Не столкнётся с Землёй. Астероид не столкнётся с Землёй. Не столкнётся. Астероид не столкнётся с Землёй, не оно. Ты всё равно делаешь точно так же. Да ладно. Но если ты хочешь, тебе нравится так, делай так. Астероид не столкнётся с Землёй. Он должен быть радостный, да, быть? Срочные новости. Мы не знаем как, но курс астероида изменился. Астероид не столкнётся с Землёй. Ты же можешь лучше. Направь. Ты же можешь, я ещё говорю. Направь. Срочные новости. Мы не знаем как, но курс астероида изменился. Астероид не столкнётся с Землёй. О, господи, мы спасены. Он же сам поймал, он в шоке. Ну да, он только что, он и попрощался уже со всеми. А ты такой, да? Астероид не столкнётся с Землёй. Астероид не столкнётся с Землёй. Что, опять я недоволен? Ну ты то же самое делаешь. Да ну на. Одно и то же. Серьёзно? Срочные новости. Нет, ну-ка. Срочные новости. Ну-ка, нет. Сейчас. Да я поймаю сейчас. Сейчас я словлю. Двушечку в бороду. Так, так. Срочные новости. Астероид не столкнётся с Землёй. Ты можешь так сказать. Вот так. Ты не любишь Землю. Ненавижу. Ты инопланетянин. Ходят. Одел костюм толстяка и довольный вот сидит. На самом деле такой маленький там внутри. Дёргает за ручки. А блин, чё-то я прогадал, тяжело. Он передвигается как-то. Надо было брать худого. Надо было брать худого, чёрт возьми. Срочные новости. Мы не знаем как, но курс астероида изменился. Астероид не столкнётся с Землёй. Ну, по-другому же. То же самое. Да ну не может такого быть. Срочные новости. Нет, нет. Ну уже не так. Что за срочные? Ну вяло так. Срочные новости. Напряжением. Ух. Добавь в себе. Астероид не столкнётся с Землёй. То же самое? Опять то же самое? Да пошёл ты как-то то же самое. Не может быть то же самое. Астероид не столкнётся с Землёй. Вот. Сейчас было по-другому. Я тебе говорю, я сушняки во рту так перебираю люто. Блин, можешь принести стакан воды? Вот так вот умирать будешь? И стакан воды никто не принесёт. Всё, друг называется. Невероятно. Мы в безопасности. Мы спасены. Мы спасены. Нет? Как-то вот... Астероид не столкнётся с Землёй. Астероид не столкнётся с Землёй. Он выпивший что ли получился? Такой стоит. Уже... Глазки прячет, стыдно стал. Наболтал лишнего. А-а-а-а. Блин. Тайтл? Тайтл. О, мэй, рекорди тайтл, плиз. Выпинкайся. Умний. Чё, умний что ли? А-а-а! Как? Это называется. Опять сбой на парень. А он такой, автопилот затупил, не вывозит. Текст. Портвейн. Хорошо. Переведено и озвучено Диафильм Студио. Что там перевёл? Данил? Переведено и озвучено Диафильм Студио. Перевод. И Маркус Гонзалес. С. Да, да, да. Гонзалес. Шепелявый. Сыпелявый. Я шепелявый чувасёк. Это из-за сушняка, братан. Ты запиши, ты уже титр, хватит ныть. Как записать? Диафильм Студио? Да, студио. Я Диафильм Студио. А чё тебе сушняк? Чё ты? Ну, я не знаю, сушняк. Куранул? Да кофердос, сигареты, я не знаю, вейп. Всё смешалось. Гироскутер. Гироскутер смешался тоже. Гироскутер спины. Чё там ещё модненькое. Всё, да, всё модненькое. Тренды. Блин, да, братан, тренды просто. Да, это просто тренды. Чё у тебя, сушняк, да? Тренды просто. Переведено и озвучено Диафильм Студио. Перевод. Данил Тагаев. Роли озвучили. Михаил Дипалом. Дарья Ёлкина. И Маркус Гонзалес. И вот сейчас мы заканчиваем нашу короткую озвучку. Надеюсь, что вам понравилось. Всем спасибо. Пока-пока. Ну вот и закончился очередной выпуск нашего Майкофа на Диафильм Студио. Спасибо, что посмотрели. Посмотрите другие наши видео. Спасибо, что вы с нами. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok